Одна комнатная квартира с двумя террасами и видом на сад. А площадь? Ну, пускай будет 45 квадратных метров. Ну, миллионов 10, наверное, минимум. И общаться с ними. И они не будут вас за это ненавидеть? Не будут. Нет? Они только спасибо скажут. Вот 300 в месяц, мне кажется. Да, я их вынуждаю со мной общаться. Здороваться, да. Минимум 50, я думаю, метров квадратных. Минимум. А если это квартира-студия площадью 18 квадратных метров? Вот это больной вопрос. Добрый день, с вами Петербургская недвижимость. Меня зовут Вадим. И сегодня мы узнаем, что думают жители Санкт-Петербурга о недвижимости. В этом выпуске мы зададим несколько вопросов. Вопросы будут сложные и интересные. Ну что, погнали? Первый вопрос очень простой. Дом за городом или квартира в центре Питера? Дом за городом. Загородный дом лучше, особенно для тех, кому за 30. Лучше и дом за городом, и квартира в Санкт-Петербурге. У вас именно так и есть? Мы об этом мечтаем на полпути. Как думаете, что лучше, дом за городом или квартира в центре Санкт-Петербурга? Дом за городом. Нет, у нас есть квартира. Это мечты. Дом за городом – это мечты. Да, хочется. Ну, после того, естественно, есть квартира. Для работы, то лучше, наверное, в центре города. А если просто для себя, уже на старости. Ну, вот если привести к старости, то, конечно, лучше. Мы просто рассчитывали, что вы и то, и то закажете. Мы после интервью дарим людям квартиру и дарим дом, да. Ну, хорошо. Соответственно, я так понял, что распределяем тебе дом, тебе квартиру. Все, договорились. Ой, конечно, дом за городом. У вас он есть? Нет, у нас нет. А квартира в центре города? Мы не заработали. Квартира есть. Но не в центре, вот у Парка Победы. Ну, это центр города. Это центр? Да. Ну, в общем, есть. А у нее есть в Пушкине прекрасная квартира. Думаю, загородный дом. У вас он есть? Нет. А квартира в центре? Квартира в центре... Я снимала долгое время, несколько лет, поэтому хочется все-таки, мне кажется, более спокойную жизнь. Потому что центр там всегда шумно, громко. Не знаю, на любителя. Одна комнатная квартира с двумя террасами и видом на сад. А площадь? Ну, пускай будет 45 квадратных метров. Ну, миллионов десять, наверное, минимум. В районе десяти миллионов. Восемь. Семь-восемь, да. Ну, шесть. Ну, может, дороже. Может, десять. Пять-десять пятого. Четыре-пять. Ну, от восьми до пятнадцати. Десять пятого. От шести. Ну, где-то, да. Слушайте, вы молодцы. Вы очень здорово разбираетесь в недвижимости. Действительно, от шести. Такие квартиры в Московском районе есть. Миллионов пять. С террасами и с видом на сад. Миллионов шесть. Миллионов шесть. В точку. Я думаю, миллионов семь-восемь. Так же? Близко, да. На самом деле, начинается от шести. Мы такие квартиры продаем. И какая у вас фирма? Петербургская недвижимость. А, ну, это известная фирма. Хорошая. Десять и, наверное, больше. Почти, почти угадали. На самом деле, можно купить за шесть. Прийти к ним с угощением, с тортиком. Это работает? Пробовали? Не пробовали, но можно попробовать. Вы дружите с соседями своими? Да, мы дружим. Не пугают их. Не пугают? Нет, они нравятся всем. У нас во дворе очень много кто живет с собаками. Вот это больной вопрос. Согласен. Я когда сюда переехал, на бассейн, я жил на Невском, первое, что я сделал, хотел собрать соседей. Ну, как-то очень была странная реакция. Не соглашались? Они говорят, а что, мы обязаны? Я говорю, нет, не обязаны прийти ко мне, познакомься, потому что соседи, близкие соседи, это намного ближе родственников. Здороваться, общаться. Да, я их вынуждаю со мной общаться. Здороваться, да. И общаться с ними. И они не будут вас за это ненавидеть? Не будут. Нет? Они только спасибо скажут. Ну, я думаю, быть приветливыми, как минимум не шуметь. В новостройках обычно все соседи дружелюбные, все на одной волне, так скажем, все рады, что они наконец-то заехали. И, как правило, все нормально. Как считаете, сколько нужно зарабатывать для того, чтобы купить квартиру в Питере? Вашу квартиру мечты? Нашу квартиру мечты. Или наша квартира? Нам не пришлось на нее зарабатывать, поэтому это сложный вопрос. Я думаю, 2150, в принципе, с первой одиночкой. То есть, получается, все те, кто не зарабатывает, 150 тысяч не могут позволить себе купить квартиру? Ну, если вы потеку, то и 60-70 тысяч в месяц достаточно. Ну, я не знаю, 1300 в месяц, чтобы позволить себе выплачивать этот кредит, если мы говорим, а это не хватит. А чтобы купить квартиру в Солнечном городе, сколько нужно зарабатывать? Да, из 100 достаточно. Достаточно. То есть, 100 – это минимальный порог для того, чтобы позволить себе жилье. Это, получается, все вот эти люди, которые ходят мимо нас, они, скорее всего, без квартир в Санкт-Петербурге. Нет, ну, сейчас молодежь… Другие купившие квартиру в области. Молодежь сейчас ипотеку берет. Мы заработали сами. Нам вот ничего не досталось, ни ей, ни мне. Мы вот сами заработали себе на жилье. Да, долгими годами. Другими годами. Удворного труда. Да. Вот 300 в месяц, мне кажется. А если с ипотекой? С ипотекой, ну, может. Мне кажется, 50 минимум. Опять же, в точку эмоций. Да. 1060 минимум, а лучше 80 минимум. Это квартира с ипотекой или квартира за наличные деньги с таким доходом? Ну, наверное, с ипотекой. Хорошая цифра. Справедливая. 150 тысяч, чтобы купить квартиру в Питере. Не менее 200 тысяч, думаю, чтобы жить и еще осталось на себя. Получается, те люди, которые в нашем городе зарабатывают меньше 200, они не в состоянии себя? В состоянии, но уже, наверное, ущемляя себя в чем-то. Да. По большей части. У нас можно купить квартиру с доходом от 50 тысяч рублей. А сколько стоит квадратный метр? Сколько стоит? В зависимости от жилого комплекса, но от 80 я вам найду. От 80 тысяч квадратный метр? Как считаете, сколько нужно зарабатывать для того, чтобы купить квартиру в Питере? От 150 до 250. Да. А если в ипотеку, то сколько нужно заработать? 70. Ну, чтобы прям, ну, может быть, вот так вот. Ну, наверное, от 50 минимум. Чтобы пожить и оплатить ипотеку там, наверное, 50-60. Как считаете, сколько квадратных метров необходимо для того, чтобы комфортно жить в квартире? На семью 100. 100 квадратных метров – это комфортная площадь для того, чтобы проживать в квартире. А если есть еще и собака? 10. Ну, если однокомнатная, где-то квадратов 40. Это с собакой или без? С собакой. И желательно, чтобы кухня побольше была. А 18 квадратных метров достаточно будет для того, чтобы жить? Нет. Для того, чтобы жить одному человеку? Ну, вообще, в теории, наверное, да. Минимум 50, я думаю, метров квадратных. Минимум. А если это квартира, студия, площадь 18 квадратных метров? Для людей, которые любят въединение, наверное. И, ну, не знаю. Если один человек, 40 квадратных метров. Если однокомнатная, один человек. А вот если это студия, площадь 18 квадратных метров в кухне-комнатах? Ну, как для молодежи, как молодежный вариант, да, наверное. 55. Есть квартира, площадь 18 квадратных метров. Как считаете, в такой квартире комфортно жить? Ну, если человеку 22 года, он не особо торопится и амбициозен дальше, как-то расширять свою площадь, то, да, вполне нормально. 30. Ну, да. 30-40. А если это студия 18 квадратных метров, комфортно мне жить? Да, нормально. Видели такие квартиры? Конечно, конечно. Ну, для одного. Или для старта самое то? Да. Ну, если студия от 30 метров минимум, жена. Жена площадь. Ложья, например, ну, какая-то все равно площадь. Коридор, санузел. Ну, 25 где-то, ну, 20-25. Если для одного, то площадь для одного хватает. Ну, минимум двухкомнатной квартиры. То есть, если это студия 18 квадратных метров, то не подойдет? Просто одному человеку. Вот это нормально. Больше, ну, более доступные они, чем отдельно однокомнатные квартиры. Так же? Ну, и последний вопрос. Как считаете, какая квартира нужна для того, чтобы жить с собакой? Затухняюсь ответить. Лучше бы, чтобы это был дом. Мы просто очень долго делали ремонт. И если запустить туда животное, оно все испортит. Большой. В доме. Если ты живешь, айди лучше за городом. Вообще, мне кажется, без разницы. Если это твоя собака, ты ее любишь. Я вообще не представляю. Если собака маленькая. Никаким образом. Даже кошка. Загранный дом в роли охранника, охраны дома. Ой, в любой. У нас собаки. И в одной, и в другой. Квартиры разного плана. Ну, собака нигде не мешает. С собакой лучше жить в загородном доме. Я считаю, что с собакой лучше жить в загородном доме. Я тоже так считаю. Спасибо вам за ваши ответы. Спасибо вам. Это были все вопросы на сегодня. Я надеюсь, вам понравился наш выпуск. И если так, то ставьте лайки, подписывайтесь. А в комментариях пишите новые вопросы для следующего выпуска. С вами был Вадим Медведев. Пока. Продолжение следует...